Да, значит, сегодня Дмитрий Минеев из, возможно, формера высшей школы экономики и вот, считается, это моя школа, расскажет про пентаграмное отображение, что-нибудь сегодня и завтра. Сегодня и завтра уже. Да. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну, поскольку это отличный опыт, но совсем не стыдно чего-нибудь спросить, если вы не понимаете, что происходит. И еще, правда, свежий к сожалению, первый раз, поэтому вы лучше знаете, что вы знаете, чем я. То есть, очень велика вероятность, что лох не тот, кто задает вопрос, а я, потому что не знаю, что узнаете. Хорошо, понятно, если вы чуть-чуть не понимаете, нужно сразу спрашивать. Окей. Хорошо. Ну, может быть, мы из этого не так далеко заберемся, как собирались, но главное что-нибудь сделать. Вот. А, нет. Все? Ну, хорошо. Так, ну, вот у нас называется интеграмное отображение. Эта камера же нашла всю доску, да? Да. Всю-всю-всю. Всю-всю. Что это такое? Нормально. Ну, по-любовски, где есть плюс бесконечности еще. Ну, всякие проектины. Ну, то есть мы приводим тегулы, и сначала проектинаты. Хорошо. Дело происходит на комплексной проективной плоскости. Ну, что-то комплексные числа все знают. Да? Почему? Комплексные числа? Да, да. Дело происходит. Ну, в большинстве случаев об этом можно не думать. То есть в картинке мы будем рисовать на настоящей плоскости. Но иногда это такой удобный способ изглавиться от сложности. Так, в текстной проективной плоскости. Ну, кто-то сказал, что это вот такая плоскость, в которой есть бесконечность, да? Ну, правда, да. Что это такое? Это формально. Вот можно осмотреть... Так, линия алгебра была, правильно? Да. Вот есть троперное векторное большинство над полем С. Можно осмотреть на нем отношение эквивалентности, которая говорит, что точка x, y, z эквивалентна точке лямбды, x, y, y, z, и не до любого лямбда. Ну, то есть, что имеется в виду? То есть, если вы умножите вектор на одну и тут на все, все три координаты вектора на одно и то же число, то есть, он просто скалярно увеличится в какое-то количество раз, то нужно считать, что это та же самая точка. Хорошо. Ну, в частности, у вас возникают то, что называется однородные координаты. То есть, вы можете записывать точку на таком... Да, ну, вообще говоря, наблюдательные люди заметили, что тут нужно кое-что выкинуть. Нужно выкинуть точку 0, да? Мы в такое отношение эквивалентности рассматриваем... Ну, не то, чтобы нужно, потому что точка 0, она так сама в стене будет, и мы ее не рассматриваем. Вот, и возникает то, что это однородный координаты. Это, как обычные координаты, только мы их пишем через выеточие. 5, 2, 1. Мы под этим выеточием подразумеваем что-то типа поделить. В том смысле, что не важно, что написать. 5, 2, 1 или 10, 4, 2. Вот в этом отношении полярности это будет одно и то же. Поэтому мы, между собой, пишем однородный координат. Так вот. Что еще тут нужно сказать? Ну, почему это вообще в какое-то отношение к плоскости, если мы начинаем с треклярного пространства? Ну, такое, что вот здесь, например, все точки с однородными координатами 1, 2, что-то, 2, что-то. И вот все такие точки до разных кубик z, они уже разные. Они не могут быть эквивалентами друг к другу. Потому что если у вас уже тут единица, и у другого тоже единица, то уже не на что умножать нельзя. Хорошо. Поэтому комплексная ручная плоскость содержится как подможенство комплексной проективной плоскости, которую мы так что обсудили. Причем это почти все точки. Точки, которые так не представляются, это точки, в которых здесь 0, а здесь 0. То есть вот. Точки в этом, кроме этого, в дополнение этого до этого, это только точки, в которых 1-й координат со мной примен. Но можно было это сделать и не с 1-й координат, то есть 2-й или 3-й. Ну, в общем. То есть... То есть здесь происходит уже какой-то байк. ЦПП это означение. Это вот эта контактная проективная плоскость, которую мы придумываем. Мы ее так и назначаем. Байк, слово окружательство. Вот. Мы ее определили вот так вот. Просто как множество. Это, естественно, уже никакое не векторное пространство. В нем уже непонятно, как складывать точки. И не надо. И я признаю, почему она называется плоскость, или почему тут стоит двойка хотя бы. Ну, потому что примерно оно содержит обычную плоскость и еще что-то. Точки, в которых 1-й координат, ей не повезло, и она равна нулю. И поэтому вы никак не можете превратить вот такую точку в такую. Да? Потому что здесь она не равна нулю. А вот такие точки, они сейчас стоят особняком, но их довольно мало. Потому что, ну как, в общем, с вероятностью единица координат гибнет. Вот. Хорошо. Ну, значит, почему удобно работать с комплексными плоскостями? Ой. С проективными плоскостями. Ну, все, наверное, знают. Потому что там прямые перечекаются. Давайте давайте я вам проверим. Кто-нибудь делал? Все делали или нет? Кто-нибудь делал? Давайте я вам проверю. Что такое прямая? Если исход для этого пространства был трекмерным, да, как же вообще еще нужно инвесовать на анализе? Вот. Нарисуем трекмерное пространство. При ней начало координат, который мы исключили. И нарисуем такую плоскость с сравнением, как раз, как я сказал, как равная единица. Вот. Вот. Все точки комплексной проективной плоскости – это вот такие прямые, проходящие через ноль, да? Всевозможные. Из них большинство, то, что называется, видны на этой плоскости, потому что существует единственная прямая, проходящая через ноль и эту точку. Это картинка понятно? Угу. Точно-точно. Угу. Хорошо. Ну, не все, а какие не видны. Некоторые прямые проективные через ноль не видно. Параллельные. Параллельные, да. То есть все, которые лежат в параллельной плоскости. Вот так вот. Угу. Поэтому прям видно, что это мало. Угу. Хорошо. Вот. И, собственно, теперь только видим, что параллельные прямые начинают пересекаться. Нарисуем на обычной плоскости две параллельных прямые. Но им соответствуют вот такие вот, поскольку точка соответствует прямая, то прямой соответствует целая плоскость. Угу. А вот параллельные прямые соответствуют, видимо, нужно для другой цвет, соответствует другая плоскость. И они, будучи двумя плоскостями в трех прямых пространстве, пересекаются. Обе пересекаются прямой на конечную через ноль. Вот что строго подразумевается под всем известным со школы словами прямые пересекаются на бесконечность. Вот, собственно, вот множество точек, которые находятся здесь, множество точек какого вида, называется бесконечность. И эта бесконечность, она, как у меня, состоит не из одной точки, а из большого количества. Из точки для каждого, что называется, напробой. В картинку я, конечно, рисую в действительных числах, чтобы это можно было себе представлять. И все, что я сейчас говорю, на самом деле, в комплексных числах тоже верно. В картинку уже не знаю, на ресторанах. Но лежать-таки не надо. Так, хорошо. Давайте покитошим. Что у нас есть? У нас есть проективная плоскость, пока что обычная. Она состоит из обычной и еще некоторого количества точек на бесконечности, отвечающих за направление. И прямые, которые раньше были параллельными, теперь пересекаются на этой бесконечности. В точках соответствующего направления. Все это выделили, да? Ага. Супер. Вот. Ну, поэтому... Да, часто бывает так, что неохота возиться с параллельными и непараллельными прямыми. Поэтому сразу люди переходят на проективную плоскость и дают все дело. Зачем нужны комплексные числа? Это вопрос, на него все, наверное, должны мы не встречать. Почему комплексные числа лучше, чем я сейчас? Кто это там? Кто это там? Там есть основная теорема алкепра. Что такое многочлен? Полный структ-флажен. Другой многочлен имеет столько корней, столько и областей. Ну, с кратностью. Вот. Это тоже очень удобно, потому что вот там... На обычной плоскости то и дело происходит подневечие. Вы на рисунальный круг и проводите какую-то прямую. Прямая может пересечь круг, а может не пересечь. На комплексной плоскости ничего такого никогда не будет. Если вы проведете любое уравнение степени 2 и любое уравнение степени 1, то они всегда пересекутся. Потому что все нагрешения имеют решение. Вот. Кроме того, какие уравнения как х2 плюс у квадрата 1 минус 1. Которые кажутся пустыми. Больше не будут пустыми. Да? Будут совершенно нормальными. И ничем не будут отличаться от х2 плюс. Хорошо. Ну, в общем, трудно так, конечно, говорить. Потому что не очень понятно, что именно детали нужно посветить. Поэтому по дороге, если что-то будет непонятно, то вы мне скажите, и мы сделаем отвлечение. И договорим больше не хватает. Поэтому все-таки хотелось бы перейти к теме. Вооружившись этим, хотелось бы перейти к теме. Дело в том, что это комплексная плоскость и рассматривается в многоугольнике. Дело в том, что на комплексной плоскости называется скрученные многоугольники. В общем, это почти как обычные многоугольники. Поэтому бояться этого слова не надо. Скрученные многоугольники. Это такая неловкая русская халька с английского twisters. Поле курс. То есть можно сказать скрученные, можно сказать закрученные. Можно сказать, ну, в общем, как ваша антазия. Вам вели. Это бесконечные. Последовательности точек. Бесконечные в обе стороны. В обе стороны. Следует вести точек. На плоскости наношу. Благодаря еще одному соотношению. Скрученные N-угольники. То есть они вроде как бесконечные, но они так и будут N-угольниками. Я сейчас объясню в каком смысле. Удовлетворяющие соотношения. Для любого I. Так. И в вершине мы будем означать, соответственно, P и T. Будет P первая, P вторая, P третья и так далее. Здесь будет P нулевая, P минус первая. Потому что они бесконечные в обе стороны, как я сказал. Приходит до любого I. И P минус N равно A вот проявитая. Где A? Это линейное преобразование. Тут нужно кое-что пояснить, потому что я вроде определил проективную плоскость, но не определил, что такое линейное преобразование проективной плоскости. Вроде как векторов теперь нет, и складывать их теперь нельзя, потому что никогда вообще такое линейное. Поэтому обычно тут не употребляют слово линейное, а употребляют слово проективное. То есть я его не стал сразу писать, чтобы не пугать. Но это то же самое, на самом деле. Вот смотрите, у нас была трехмерная комплексная векторная трассаж, да? И возьмем там любую матрису. Вот просто любую. Обозначение G L 3 у вас было? Да-да-да-да. То есть я могу так написать, а никого не пугать. То есть это просто обычное линейное отображение. Примерно, но опять-таки оно пояснилось. Ну давайте оно еще не вырожденное. А оно не вырожденное, но уже... Да-да-да. Это сейчас была некорректность. Вот. Ну теперь смотрите, что мы можем сделать. Мы можем заметить, что оно корректно определено на этом множестве. Ну действительно, если вы множите по линейности координата на лямды, то у вас есть результат множества на лямды. Ага. Поэтому оно действительно кое-как, по крайней мере, как отображение множества, как-то действует на Cpd. На комплексную оперативную плоскость. Вот это мы и называем, любую такую штуку мы называли оперативной оперативной. Значит, она шире, чем как это увидеть. Она уже перестает быть линейной в широком смысле. Ну то есть в том смысле, в котором оперативная плоскость должна быть линейной. Это не гома третья, не обязательно гома третья. То есть у нее больше степени свободы. Как ее проиллюстрировать? Ну, в общем, давайте пока не будем никак иллюстрировать. Но факт в том, что... нет, в общем, можем. У нас все-таки есть матрица, у нее есть девять чисел. И в итоге понятно, что любые еще матрицы... Да, кстати, тут возникает некоторая тонкость, что если матрицу умножить на какую-то константу, то комплекция оперативной плоскости об этом ничего не узнает. Умноженная матрица будет так, что не ее действует. Хотя бы в другой матрице. Но тем не менее, 80 коней свободы настоящих все еще остаются. И, в общем, понятно, что настоящих аффинных... Аффинных оперативной плоскости только нет. То есть не должно быть остаться. Ну, там можно сфиксировать точку, как-то развернуть, растянуть. В общем, 8 и 8 давно нет. Ну, оно и логично. Потому что здесь, в частности, как мы видим, допускаются преобразования, которые переводят параллельное, непараллельное и так далее. Это такой широк более широкий класс преобразовал матрица. Но, в частности, он содержит все обычные аффинные преобразования тоже. Хорошо. Значит, давайте еще раз посмотрим на это определение. Скрученный угольник — это первая бесконечная сторона последовательность точек. Иначе говоря, отражение из Z в плоскость. То есть в каждом целом участке вставляется точка с таким номером. Но она то, что называется «хватепериодична». «Хватепериодична» — это почти периодична. То есть вот это условие. «Хватепериодична». Это вот это условие. В каком смысле все-таки n-угольник, если это бесконечная последовательность? В том, что если вы прибавите n, то есть захотите посмотреть, как устроена следующая точка с периодом n, то она должна быть устроена предсказуемо для предыдущей, а именно одно разнообразительное зафиксированное проективное образование a в тазон отправляет pE в pE-n. А дальше pE в плюс 2 n, pE в плюс 3 n, а также pE в минус n, a в минус 1. Это опять. То есть на самом деле настоящих точек, которые никому ничего не дадут, есть только n, а все остальные уже из них. Уже из них получалось. Поэтому это называется н-угольником. Но с этим очень удобно заработать. Так получается удобнее, чем с обычным. В частности, обычный н-угольник тоже является скрученным н-угольником, если сказать, что a в тазон отправляет пи в тазон. Тогда pE в плюс 2 будет просто настоящего равного pE, это будет просто, мы будем идти по кругу н-угольнику, до бесконечности никакого не видно. Хорошо. Вот это наш главный объект. И именно на нем определяется то, что называется категормное отображение. Значит, что-то я еще хотел сказать про скрученные угольники. Может, не хотел. Сейчас узнаем. А если у нас n равно единице, и у нас a представляет свой поворот? Ну, например, на одну пятую. Ну, бывает, да. То есть у нас как будто бы пяти угольник там будет... Да, но с точки зрения нашей науки гораздо лучше будет сказать, что это n равно пяти, есть пять настоящих точек, а потом a равно здесь, по-моему, отображение. Ага. Потому что в технических ключах вообще все n меньше пяти, они... Да, я пока не объяснил, что это пинтограмма. В общем, где-то... Да, все n меньше пяти, они просто выжатые случаи, с которыми все плохо, и про них лучше не думать. То есть лучше думать хотя бы за пяти угольник. Вот сейчас мы увидим почему. Значит, сегодня я хочу сделать такую вещь. Представляете пинтограмму. Пинтограмма это вот такая штука. То есть вот у меня есть один многоугольник. И я хочу по нему построить новый многоугольник, вершиной которого будут вот эти вот пересечения галактики. Теперь это нужно корректно определить. Но прежде я замечу, что действительно n равно пять это важно. Потому что n больше, как правило, пяти. Потому что если у нас... Я написал замкнутый пятиугольник. Замкнутый это значит а равная единица. То есть настоящий, не с крушью. Но если бы я написал четыре, то получился бы какой-то бред. То есть я пытаюсь пересечь... Давайте потом узнать, пытаюсь пересечь. Вот эту диагональ с этой. И вот эту диагональ с этой. И вот эту. Ну то есть, короче, получается много раз вот эта точка, никаких других пересечений диагоналей нет. И я вам происходит что-то не то. Что-то не интересное. А интересное начинает отновидеть цены на пятиугольник. Ну вот сейчас происходит реально извлечет гранино. Ааа. Мы же знаем, что это правильно с ничего большего? Нет, нет нет, я вам так нарисовал, да. Да. Произбольный, причем большего, да. Он, на самом деле, даже не замкнут еще раз. На самом деле, мы знаем, что он не замкнут. Ааа, не замкнутый. То есть... То есть а не равно есть. Они тоже есть что-то. Пошли, пошли, пошли. У меня как бы прикольный он тоже. Это тоже произвольный его выбор. Я рисую что-то типа, в моем случае, а это что-то типа, смотрите, какой-то маленький ингрессент, оно, конечно, тоже как бы... Вообще все происходит на комплектной плоскости, как это рисовать, на самом деле, непонятно. Картинки, они будут лишь подкреплять понимание ситуации. Хорошо. Значит, ну вот, открытие такое. Ну, история у нас есть, если у нас есть скручечное, маленький, у нас есть пространство, скручечное, с нугольником. Давайте его обручим. Может, мы пока никак не включаем. Нет, давайте перейдущим P. И возникает отображение, экран отображения, из пространства скручено нугольником, из пространства скручено n угольником. То есть одно оперет одно, а затем скручено н угольником. С представляем, давайте P поставим, и спредставляем это другой. По такому правилу оно берет последовательность P и P и P, и сопоставляет это последовательность. Пересечение P и P-1 с P и P-1, точнее, решение прямой прокачи через P и P-1, P-1 с прямой прокачи через P и P-2. Ну, то есть вот у меня было. Позвольте видеть, чтобы. Угу. То есть берется точка, P-1, берется предыдущая точка, следующая точка и после следующей точки. Берутся две прямые, соединяющие предыдущую и следующую, соединяющую эту и после следующую. Вот точка объявляется соответствующей точке нового супручного номера. Вот. Вот, собственно, что вы графитограммы выбрали. Я замечу, что тут есть какая-то несимметричность. Несимметричность заключается в том, что вот это, ну, что это несимметричность относительно и. Мы как бы чуть-чуть проехали вперед. Почему-то мы решили взять P и P и плюс вторая, а не P и P и минус вторая. Ну, а, если так посмотреть на практику, никакого дебола способа ничего сделать у нас нет. Потому что ничего не поделось. Если это было при it, то нужно либо это объявлять it и точка, либо это объявлять it и точка. И какой-то сдвиг произойдет. Ничего не сделаешь. Но у нас такой смысл, что он конечный непосредственность будет произойдет и произойдет. Вот. То есть мы договорились, что it и вершина нового многоугольника будет как бы чуть-чуть после, а не чуть-чуть до. It и вершина старого. Хорошо. Возникает вопрос, почему это вообще корректное определенное отображение. То есть имеется в виду, что у нас должна получиться новая постоянность точек, и у нее тоже должно быть какое-то вот это условие. Но оно будет автоматически выполнено, правда? Потому что вот эти проективные проектирования, несмотря на всю свою пакостность, переводят прямые в прямые. Значит, ну, значит, если они перевели P и минус первое, P и минус первое в соответствующее, а от P и минус первое, от P и минус первое, от P и минус первое, от P и минус второе, то и пресечения соответствующих прямых они перевели в A к нему. Понимаете, да? То есть, если у нас уже однозначно вся конструкция была задана вот этим a, то то же самое a будет руководить и внутренним многоугольником. Тоже автоматически из отражений, то, что называется инцидентность. Инцидентность — это что с чем пересекать. Изображение пересеканий. Хорошо. То есть, это действительно такое отражение. И оно… про него можно основать в лучшем вопросе. Ну вот, мы этим и будем заниматься. Во-первых, есть такая почти школьная задача. Она… это еще до всего какого-то накормленного решения. Вот то, что если наценивать только пятиугольник или наценивать внутренний пятиугольник, то оказывается, что внутренний пятиугольник всегда то, что называется проективный эквивалентен исходным. Проективный эквивалентен — это означает переводится из исходного или исходный в проективный объем взрыв. То есть, как бы вы не… тут не нафигачили всю вашу картинку, но на пятиугольник… Он не будет… ему подлобен во сильном смысле. Но он будет ему проективный эквивалентен. Всегда. Вот это… ну давайте поставим свою первую цель и доказать проективную эквивалентен, если человек способен. Подобного, конечно, не будет. Потому что… ну можно указать, как взять какое-нибудь предложение, пятигать там точечки и увидеть, что оно у вас подобное не будет. Но само по себе то, что он проективный эквивалентен, совсем… не совсем очевидно. Потому что… давайте посчитаем еще раз. Значит, у нас есть восемь степеней свободы, и у нас есть пять точек. У каждой точки есть две координаты. Значит, вы можете… ну, предположительно, вы можете в любые четыре точки перевести любые четыре точки. А вот то, что пятое при этом перейдет в пятую, это уже как бы… Электро… действительно утверждение не всегда так происходит. На самом деле, действительно, так давайте я этот день напишу и утверждение. Что… Пусть у нас есть P1 на четыре. Точка общего положения, знаете, такое, да? То есть ничто, ничем. И как ни три не лежат, надо дать прямую. Вы можете писать крупнее. Вообще все? Или сейчас? Я сейчас. Понял. Ты на вас. Я просто хотел уместить эти сограждения, поэтому… Хорошо. Пройдет P4 общего положения. То есть никакие три точки нет. Нет, 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 нет прямой. И кодит P4 тоже. Общее положение. Тогда… Это данным. Тогда существует единственное эффективное преобразование A, которое приводит к кулитой. То есть так и мы положим еще раз. У него восемь степеней свободы. Оно может реализовать, отправить четыре точки. Куда уже вот? По двести, ну, не знаю. По двести, ну, не знаю. То есть он тут четыре на туда. Погнал 8. Вот. Ну, как это сделать? Это можно сделать, например, как динатор. Какое-то упражнение. Взять реально и выписать матрицу, в которой будет то, что он… Правильно? Это сейчас, честно говоря, не охотно. Поэтому… Я тогда зачем напишу это утверждение? Затем, чтобы сказать, что наше утверждение про петрограмму содержать. То есть вот, допустим, мы возьмем отображение, которое будет переводить эту, эту, эту и эту. Соответственно, эту, эту, эту и эту. Вот то, что при этом последний придет в последнюю, из оставшихся, это уже никаким не гарантируется. Это и есть содержание утверждения. Вот его мы докажем. Кто знает, что такое твое отношение? Кто знает, что такое двойное отношение? Это такое просто… Бинарное отношение? Такое школьное отношение. Нет, не на двойное. Бинарное – это, например, то, что мы здесь писали. Двойное отношение – это такой олимпиадный трюк, я просто какому-то, может, кто-то знает, из школьных лет. Я сейчас его определю. Итак. То есть текущая наша цель – показать вот это утверждение. Сейчас мы его откажем. Что можно стирать? Теперь мы можем стирать это утверждение. То есть у вас есть четыре числа. А, В, С и Д. Со двойным отношением. А, В, С и Д. Давайте такая арсенальная функция. А минус В на С минус Д на А минус Д на В минус Д. Выведет довольно отвратительно, но давайте немножко присмотримся и не перестанем отвращаться. Во-первых, тут есть часть, которую очень легко запомнить, часть, которую невозможно запомнить. Часть, которую легко запомнить – это то, что я числить единонателем все четыре буквы с минусами разбитые на пары. По-разному. А вот какие они разбиты на пары? Вот я предпочитаю написать наверху первым способом, а визуус на рынке. Нано-сампли, который нравится в этом мире. То есть я мог бы точно так же написать А-С на В минус Д на А минус Д на А минус Д на А минус Д на С минус Д. Вот что-то в таком духе. И зачем вообще функция этого числа? Оказывается, что если у вас есть… Сейчас сделаем шаг назад. Мы ставим в алгоритрах проективную плоскость. Есть еще проективная прямая. Проективная прямая справится точно так же, как вы начинаете с каплексной плоскости без нуля. Вы характеризуете ее квалиантой x. По отношению к квалиантой цель-а на x, цель-а на y, квалиантой x, y. И получается квалиантная прямая. Вот там уже бесконечность ровно одна. То есть там есть все точки вида 1, 2 точек, что-то. И единственная точка 0,1. Потому что 0,1, 0,2 и так далее – это все одно и тошко. То есть там бесконечность – это ровно одна точка. Так вот, на квалиантной прямой оказывается, если вы возьмете любые четыре точки, вот 1-а, 1-б, 1-с и 1-д. Дальше вы сделаете с ними какое-то проективное приоркзание, которое, еще раз повторюсь, не является композицией растяжения и сдвига. Оно чуть шире, чем это. То вот это число тем не менее сохранится. Т.е. a-1c-d, делить a-c на b-d равно f от a минус f от b, на f от c минус f от d, на f от a минус f от c, на f от b минус f от d. Т.е. А для любого проективного приоркзывателя. О том, что такое проективное приоркзывание проективной прямой, а не плоскости, довольно легко с очень покоптить. Вот вы можете взять какую-нибудь одну прямую, какую-нибудь другую прямую, и взять буквально вот какое-то броняние, которое проецируется в любую точку, И вы взяли какое-то мнение, которое будет полицировать точку с одной, прямо на другую. Это отличный пример коллективного преобразования. Мы видим, что оно, грубо говоря, меняет масштаб. Оно меняет соотношение отрезков. То есть не вернусь вот это, вот это, вот равно, вот это, вот это. Правда? Потому что прямые у них не пролезли. И теорема полиции или что-то не выполняется. В общем, какая теорема не выполняется. Но, то есть нельзя сказать, что откуда вообще привело сюда число. Можно было бы сказать так, что это ABC, вот это F от A, F от B и F от C. Если бы речь шла об обычном преобразовании, об афинусе, то если хотя бы A-B само по себе не сохраняется и B-C само по себе не сохраняется, потому что можно раскинуть все в три раза, то хотя бы A-B делить на A-C равно F от A минус F от B делить на F от A минус F от C. Потому что при отдельном преобразовании все растягивается в одно и то число раз. Поэтому это просто естественный апгрейд того, что происходит, когда мы больше не можем заявлять вот это. У нас теперь проективное преобразование. Оно работает вот так. Прямые могли быть не параллельными. Отношения могут не сохраниться. Но то, что называется двойное отношение, то есть отношение состоящее из двух, уже отсохранится. Такое утверждение. Я пока ничего не доказал. Я просто объяснил, почему оно так называется и откуда оно взялось. Оно взялось из того, что сначала было обычное отношение, но мы видим, что оно не сохраняется, а вот такое уже должно сохраняется. Как это можно сделать? Ну, давайте что-нибудь сферашечку. Ну, давайте я хоть поспорство сделать. Что такое проективное образование, проективный прямой? Мы начинаем с матрица 2 на 2. И потом мы ею действуем на проективную прямую, что это именно значит. Что происходит с точкой с однородными прогнозантами x и y. Тут уже пошел полный, что называется, объедин. Теперь, если мы почему-либо заинтересованы смотреть для простоты, то все-таки у нас есть Если у нас один двоеточие y, то есть простоты мы хотим то, что, мы хотим вот точки меры бесконечности, то теперь у нас x пропадает, и получается такая формула, что y приходит в это поделить на это. Да? Плюс 1,2y, а 1,1, плюс 1,2y. Следующий шаг. Ну, я просто делил это на это, потому что я хочу нормировать все. Я хочу сказать, что это то же самое, что один двоеточие что-то. И вот это что-то, это вот это. То есть получилось, что как бы точка и перешла вот в такую точку. Ага, все, понятно. Опять-таки мы можем сравнить это с нашими афинными образованиями. Афинные образования то же самое, только без вот этого. Можно умножать на число, можно прибавлять число, Афин Mmh есть энергетик и MatsP Идемология прослеживается. Если бы у нас не было занятия, то было бы просто линейное. Опять получается дробное линейное. Но дробное линейное пропазование приходится из настоящего линейного пропазования по описанному углу. И мы видим, что его чуть больше степеней свободы. Хорошо. Так вот, и теперь, если вам не лень, то вы можете взять 4 точки, дефектировать любую матрицу, все подставить, и все получится. Все сократится. Реально получится, что вот это число равно закончено. Но мы, конечно, этого не будем, потому что это убого. Ну, в смысле, вот так верите, верите? Фу, да. Можно вопрос. Что вы называете степенью свободы? Ну, это в физике такая... Ну, размерность. То же самое, что размерность. Я просто говорю, что в матрице у нас... Когда я говорил, что матрица 3 на 3, и что у него 9 степени свободы, я говорил, что матрица 9 чисел, которые мы можем выбрать как хотим. И поэтому отсюда я пытался свечить какие-то выводы, в связи с тем, что если мы знаем, сколько точек мы можем перевести куда, то... Ну, какие есть примеры. Давайте перечитаем количество степеней свободы, афинных преобразований на обычной прямой. Что можно сделать с точкой? Можно ее... Что вообще можно сделать? Можно все расстановить в следующий раз, и можно все сдвинуть. То есть у нас только есть 2 степени свободы. Понимаете, да? Еще вот, никого формального... То есть нет, есть какие-то формальные отравления, но мы не заморачиваемся, мы заморачиваемся в данный момент. Когда я говорю степень свободы, это такое физическое... Сколько чисел определяешь, пожалуйста. Да, сколько чисел определяет что-либо, да. А тут мы видим, что их уже три. Потому что у нас было 4 числа, ну правда их можно поделить на 2 числа, и остается то же самое. 4 плюс 1 — три. То есть это иллюстрация того, что дробное линейное преобразование не исчерпывается одним. Ну как мы видим и в этой формуле тоже. То есть если у чего-то больше степени свободы, чем у чего-то его сложащего, значит это что-то первое, а что-то еще. Ну, другое это так. Но, в общем, совершенно особо не пострадает, если просто забыть, что я говорил это слово. Мы все, что нужно, сделали. Вот, хорошо. Так, давайте еще раз повторю вопрос. Тебе решили подставить сюда вот эту формулу для 4.bc и 5, то почему-то все сократится и получится. Ну, мы поверим. Хорошо. Или нет. Вот. У этого есть более философское как бы обоснование, но оно проходит немножко out of reach сейчас. Станется на нашем задании. Да, я могу чуть-чуть в листок. Это будет самая приятная задача. Хорошо. Так вот. Ну, в общем, еще раз, давайте подчеркнем насчет, что тут самое важное. Самое важное, что оно становится правильным, потому что вот само это число не одно, но оно такое же, как тут. Вот так. То есть, ну, в общем, вот. Есть еще совершенно конкретно геректическое доказательство школьное. Там есть то, что называется формула площади. Ну, в общем, вот. 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 Я скажу, что это громкое слово, которое добавляет смысл, но не добавляет удовольствия, слава богу. Это проективный инвариант. Что я имею в виду? Мы уже по 11 знаем каждое из этих слов. Инвариант — это то, что не меняется, а проективный — это то, что связано с нашей новой геометрией, которая существует в бесконечности. Проективный инвариант — это, ну, с другими словами, то, что не меняется при проективных преобразованиях. Вот такой проективный инвариант. У четырех точек он есть, а у трех точек его нет. Сейчас я скажу его новое определение. Второе определение двойного отношения. И еще двойное отношение — это координата точки D при преобразовании, переводящем A, B и C в 1 бесконечность и 0. Мы можем вот этими формулами подобрать для трех точек эти числа так, чтобы они перешли в 1 бесконечности 0. А вот куда при этом перейдет четвертое, мы не контролируем ровно по той причине, что существует вот этот, у четырех точек уже есть вот этот инвариант. Если у какой-то четвертый точек был 7, а у другой был 12, то одну четвертую точек вы никак не приведете к другому коррективным преобразованию. Понимаете, да? Запопал у меня? Давайте еще раз. Зачем нужно это число? Считать его никому не хочется. Хочется пользоваться им подозначением. Значение такое — если вдруг мы взяли одну четвертую точек и другую четвертую точек напрямую, и у них разное вот это число получилось, то невозможно одну четверку спроекцировать на другую. Потому что мы только что доказали, что это не меняется. Вот. Так вот, новая интерпретация этого же двойного отношения такая. Какая будет точка D автоматом, если A, V, Z перевести в 1 бесконечности 0? Сейчас я объясню почему. Какой бесконечности будет поставлять? Ну, так, скажу вопрос. Мы тут немного забили на то, что получается 1, ну, мы взяли 1 в ее точече Y. Не надо не забывать, что еще есть точка 0 и 1. Что это означает с термином числа? Что если мы где-то какую-то точку убить в бесконечность, то нужно просто сделать так, чтобы вот это число получилось равно 0. Это вполне доступно. А 1 на 1, а 1 на 2 надо брать так, чтобы это было равно 0. И тут на 0 было делить нельзя. То есть это была как раз та самая единственная точка, на которую нельзя поделить. Но которая перейдет в бесконечность. Тогда вот здесь ровно получится 0 на 1. А именно сами точки у нас записываются, как вот такие вектора столксы с двоеточьями, да? Ну, есть два способа. Первый способ записывать двоеточьями, тогда можно записывать любую, вторым находится только одну координату, например, вторую. Но тогда записываются все точки кроме одной. А как тогда определяем сложение вычитания? Сложение вычитания чего? Ну, то есть чего-то. Да, хорошо. Очень круто, очень круто. Окей. Сложение вычитания мы определяем вот в этом вот в рokolade. Как знаете, когда мы уже сфиксировали и сказали 1 что-то, 1 что-то. И вот в ней уже можно, но есть, конечно, и совершенно нормальный способ. Совершенно нормальный способ такой, нужно просто сказать, вместо того, чтобы, если у вас есть настоящие точки, то есть a0, a1, b0, b1, c0, c1, d0, d1, то вместо того, чтобы говорить b-a-b-c-d, нужно говорить определитель ab, определитель cd, определитель ac, определитель bd. Но если бы я в самом начале написал, то было бы несколько устрашающе, а сейчас это нормально, потому что что такое? a0, b1, a1, b0, то есть это то же самое, как если b... А, то есть мы скрытно, но все равно и формировали. Ну да. На самом деле, такой немного glimps in the future, что ничего такого нельзя делать. То есть вы должны, когда вы работаете на проективных пространствах, вам всегда можно выдумывать какие-то, во-первых, однородные многочлены. Однородные — это в смысле, что у них нет маномов в разной степени. Потому что иначе вы умножите на лямбду, и у вас часть умножится на лямбду в ленты, и часть умножится на лямбду в любой какой-то степени. А во-вторых, вы всегда должны работать, если вы хотите скорректировать на определенную функцию, вам нужно, чтобы степень числести была такой же, как степень из номината. Опять-таки, вы умножите на лямбду, и у вас на это умножится на одно число, а четыре на другое. Мне очень приятно, что значит определить функцию на проективные точки. А вот так вполне нужно. То есть любые, не только на лямбду, а вообще только на проективные функции, но и проективные функции должны выглядеть как в таком духе. Это можно раскрыть, получается, 0,1, 0,1, 0. Просто эта запись длинная и не добавляет ничего, по большому счету. Мы уже всегда можем, поскольку у нас точка для бесконечности всего одна, то если мы имеем четверку точек, мы можем так сделать, чтобы бесконечность была не в этой четверке точек. И там будет видеть такой вполне себе смысл. Опять-таки, мы просто подставим аналогикой. У нас же это то же самое, что 1 к 1 делить на 0. И а 1 делить на 0 минус 2, а 1 в среднем, то это точно все вот это. Правда? Ну, просто знаменательный, который скрощается. Это тоже знаменательный. Хорошо. Так, все поняли, почему вот эта запись, вот эта запись это одно и то же. Но точно нет. Вот эту запись, это тоже запись, это одно и то же. Могу поставить. Давайте поставим. Значит, что получается? Получается... Ну, в общем, здесь понятно, что получается. А вот здесь получается... А1 делить на 0 минус B1 делить на 0. На D1 делить на 0 минус C1 делить на 0 минус D1 делить на 0. А что происходит? Тут будет... А1B0 минус B1 на 0, то есть 0 считая г. Здесь будет C1 до 0 минус D1 делить на 0. В общем, это будет CD. А в знаменательном будет A0 до 0 и C0 до 0. Но в знаменателе... В знаменателе тоже будет A0 до 0 и C0 до 0. Поэтому все сократится. И остается только вот эта. Хорошо. Так. Подытоживаю. А, я не проверил самое классное. Вот, собственно, вот это вот я пока только сформулировал и не проверил. Ну, есть ли как это проверять? Это... Вот это проще всего... В смысле... Проще всего технически. За это, может быть, сложно догадаться. Но Азазоид это просто хочу увидеть. Дело в том, что если мы подставим... Ну, прошу, я дадюшку напишу, что мы все-таки делаем. Если мы подставим... Можно подставить D равно A, D равно D и D равно C. То получится. То есть будет... Ну, например, можно смотреть сюда, можно дарить сюда. Ну, подобнее. Не извините. Здесь ставится A-B на C-A. Дерект A-C на V-A. Ой, нет. Что-то я не то сказал, да? Извините. Честно. Да. То есть единицы просто. Правильно? Хорошо. То есть, если просто D равно A, то получится... Что? A-B-C-D. A-B-C-A. Родно единице. Если это равно D. A-B-C-D. Чему равно? Бесконечно. Бесконечно. Бесконечно, да? Ну, еще-то мы немножко обузим. Так. Когда мы так делаем. Мы так делаем. И когда мы выставляем A-B-C-C. Да. Получается 0. Но вот это то, что им нужно, собственно. Поэтому... То есть... Если вы... Задаете образ точки B таким образом, Что A переходит в один, B переходит в бесконечности, C переходит в ноль. Ну что перейдет в четвертая точка. То получается, что если подставить A, то придет в единицу. Если поставить B, то придет в бесконечности. Если поставить C, то придет в ноль. А поскольку мы знаем, что 3-мя точками всего. Отделяется. то, значит, нам всегда будет переходить в то, что нужно. Понятно? Вот. Ну, либо, конечно, опять-таки сделать все руками. Можно выбрать, всегда можно выбрать эти числа. A2, A1, A2, A1, A2, A2. Таким образом, чтобы действительно это вышло. И увидеть, что D равно вот этому числу. В этом случае. Хорошо. Ну, или совсем. Не, ну да, почему? Вот так. Хорошо. Вот это и есть компетентация, которая нам ближе всего генетически, и она нам удобна. Давайте немного потренируемся. Оказывается, что группа перестановок все знают. Группа перестановок это все знают. Оказывается, давайте посмотрим, что происходит, если мы попытаемся подействовать группой перестановок на это двойное отношение. То есть, как бы, ну, с собой управлял, как поменять местами четыре точки, потому что их вроде как симметричны. Что будет происходить за двойное отношение? Во-первых, давайте посмотрим. Можно как-то, кто может придумать, как поменять местами точки, чтобы это число не изменило? АСБ. Если стоит АСБ, то оно... АСБ, ЦСД. Да, АСБ, ЦСД. Супер. АСБ, ЦСД. Еще можно поменять АСБ. АСБ и ПД. Да, то есть можно сделать любые две транспозиции, и оно не изменится. Все знают, что подгруппа, образованная парами транспозиции, это, в смысле, что подножцы образованы парами транспозиции в АС-4 и единицы, это подгруппа. Что композиция пара транспозиции, пара транспозиции. АСБ, ЦСД. АСБ, ЦСД. Вот, теперь знайте. Хорошо. Это называется ВАИ-4, и еще остается группа клиента. На самом деле, это может быть 2 на 2. Это так вообще. Ну, конечно. Любой коммутирует. Первая, вторая. В общем, затяните. Так вот, если подействовать ВАИ-4 под группой АС-4, то оно просто не изменится. Ну, хорошо. Давайте все-таки попробуем подействовать чем-то другим. Что будет, если, действительно, поменять местами ВАИ-ца? Да, то есть обратное число. Да, хорошо. Но, опять же, можно увидеть так. Если у нас есть ВАИ-С, и они отвечают за бесконечности за 0, и вы их поменяете местами, то что за проективное преобразование произойдет? Произойдет единиц, а единиц, поэтому осталось на месте. То есть произошло проективное преобразование 1 делить на x. Значит, новый D это 1 делить на 2. Поэтому их координаты произведения должны давать как единицу. То есть что мы открыли? Мы открыли, что АСВД умножить на АВСВД равно единица. А значит, если поменять местами другие две, тут тоже, да? Это же очень удобно. Сейчас. Ну да, если мы поменяем местами D, D, C, A, то A, D, C, D. А я там очень рада, потому что это композиция 2 и 1, в которой вообще ничего нет. Нам продают любая транспозиция? Нет, не любая. А в транспозиции делают разные штуки. Вот так... То есть просто соседние? Не соседние, а вот в данном случае центральный и крайний. Ага. То есть как бы... Ну давайте попробуем другую, просто посмотрим, что произойдет. Давайте поменяем местами... Сейчас, что мне понадобится? Мне примерно не все нужны. Мы можем... Ну в какой-то блин капитограммное отражение исправить, смотрите. Ааа, сейчас. Давайте... А, значит зачем они это? Да, давайте поменяем местами A и C. Что произойдет? Тут уже A, конечно, микро вычисление. Но можно ничего не вычислять, а попытаться догадаться, посмотрев на то, какую роль играет в точке A появится. Вот бесконечность остается на месте, а единица 0 меняется местами. Что это за преобразование? Еще раз, это же правильно, то вымерли. Хорошо. Бесконечность остается на месте, а единица 0 меняется местами. Но очень медленная. Смещение? Нет, не смещение, это же поменялось с местами. Во-первых, бесконечность остается на месте. Это значит, что преобразование на самом деле было не дрожной линейки, а просто линейки. Потому что оно не... Везде было определено. То есть бесконечность осталась на месте, все хорошо. Значит это одинное преобразование на самом деле, если оно бесконечность осталось на месте. Можете думать о своих фенеберах, заранее мы хорошо поставляем себе. Растяжение, всякие там умножения. Идиницу 0 надо поменять местами. Ну значит умножение на минус единицу и смещение, да? Да, то есть симметрия относительно одной второй. Ну просто так. Ну да. Отлично. Значит получается, что если поменять местами А и С, то будет единица минус второе число. То есть в сумме они должны быть единицами. Ну конечно, если вы подставите эту тратительную формулу, вы получите то же самое. Все зайдется. Угу. Так, единицы делить надо, мы сделали. И есть еще классная штука. Вот такая. Тут у нас появляется пятая точка. Простите за выражение. А, В, С, Д. Нет, плохо, плохо. Не так. Понимаете? Я сейчас запишу зачем. А, К, Э, и В. Умножить на В, К, Э, и С. Равно А, К, Э, и С. С этим очень удобно работать. Как бы В, наверное, как В. А с краем и В с краем. А то как В сходнулся, осталось А и С. То есть, как бы, вот, если не правильно, чуваки, они тут уже не поняли дальше. Поняли дальше? А, К, Э, и В, В, К, Э, и С, А, К, Э, и С. А, К, Э, и С. То есть, К, Э, и С, А, В, С, дает процент. Ну давайте дадим эту такую же интерпретацию, хотя, конечно, можно подставить формулу. Если у вас все получится. Ну, интерпретация такая у вас. К, Э, и С, Б, Э, и С, всегда на месте. То есть, если у вас бесконечность стихотворит всегда на месте, значит, все, что у вас будет умножение на числа. Просто умножайте на какие-то числа. Теперь вы единицу перевели в В. То есть, это В делить на А в такой ситуации. А здесь вы В перевели в С. То есть, это С делить на В. А чтобы А перевести в С, нужно сначала А перевести в В, а В перевести в С. Ну, то есть, я просто хочу сказать, что А, бесконечность 0, Б, это просто В делить на А, правда? Как мы это все получаем? Что именно? Начинается с... Самой верхней? Последняя строчка. Нет, самый верхний мне непонятно. А, вот это я сейчас вывожу. Вот, собственно, я вывожу эту формулу. Вот это, например, что это В делить на А. Потому что, смотрите, я сфиксировал бесконечности 0, они у меня в среднем. А, значит, это какое-то проективное промежуание, которое с конечностью оставляет на месте, ты еще и 0 оставляет на месте. Это только умножение на число. Просто растяжение в какое-то количество раз. Поэтому это просто отношение, если где-то точка единица, а мы хотим получить В. Мы должны растянуть в В делить на А раз. Чтобы А превратилось в В. А тут мы должны растянуть в С разделить на В раз. Поэтому, чтобы А превратилось в С, как раз мы получим С разделить на А. Мы, значит, можем думать правильно, как про то, что мы сначала перевели A в B, а потом B в C. В итоге получилось, что A пришел в C, а композиция из умножения — это просто умножение на разъединение. А K и L — это у нас всегда бесконечности, да? Ну, мы так можем думать, потому что вообще-то нет этого. То есть прикол, что K и L могут быть любыми, но если мы сделаем проективное производование такое, что они станут бесконечности нулем, то это будет легко проверить, а это значит, что это была правда с самого начала, ты любую K верить. Именно по той причине, что эта штука не меняется, а при цепи к рэпзаку. То есть игра происходит именно такого рода. Возьмем любые четыре точки. Мы сунем K и L в бесконечности 0. Мы можем так сделать, когда в рамках число. Тогда доказательство этого факта станет очевидным. Но факт как был верен, это я сказал. Угу, да, хорошо. Хорошо. Вот такие... То есть, ну, вообще, наверное, то, что я сказал, более-менее исчерпывает. Конечно, не исчерпывает, это я набрал. Но, в общем, не сложно описать, что это происходит, но нам понадобится только то, что здесь написано. А, конечно, это тоже как-то зубы упражнение. На самом деле там... Вот как-то там получается шесть разных значений. Получается там что-то, единицы минус что-то, единицы делить на что-то, еще минус чего-то делить на что-то. Так вот. Ну, давайте посмотрим, что можно померить их ставить. Что будет, если A с B померить их ставить? Сход не поряд, да? Угу. Ну, тем не менее... Хорошо, давайте попробуем их ставить. Я выбрал. Маменяем их ставить что-нибудь и не исчерпает. Нет, да, здесь еще когда-то очень много. Придется... Ну, что надо сейчас по-транамису, но если я включу это упражнение, то придется вам померить. Хорошо. Так, затру вот это. Затру вот это. Теперь, продолжаемся к тому, что я обещал сказать про самую простую пинтограмму. Да, проективное значение используется в, собственно, в школе ориентарной геометрии во вслух. Там не говорятся именно слова про проективную плоскость, но говорится вот на таком уровне, и это уже работает. Это работает в том плане, что там куча задач, в которых что-нибудь спроектировалось, и там также можно вывести двойное отношение и из него решить задачку. Поэтому это такая модная тема ориентарной геометрии. Но она имеет какой-то смысл. Да, значит, я рисовал только фотографам и обещал показать... Возвращаемся на блоспис. С прямой. Я обещал показать, что P1, P2, P3, P4, P5, и Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, проективный колинг. То есть существует проективное преобразование, переводящее P1, P2, Q3, Q4, Q5, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. А почему у нас Q1 сместилось? Оно же было, где Q4? Да, это правда. Хорошо, что вы мне говорили. Ну, потому что сейчас я говорю не про само пентаграммное отражение, а про... В общем, если сказать, как вы определите пентаграммное отражение, то будет неправда. То есть если провернуть как надо, то это будет неверным отражением. А вот если взять точку, что называется напротив, симметричным образом, то это будет правдой. Вот. Это такой исключительный случай, самый первый, с которого мы начинаем все рассматривать. То есть я специально перенумировал точки так, чтобы точка с соответствующим номером была напротив старой точки с таким номером. И тогда это правда. Вот, смотрите, какой здесь трюк. Дело в том, что отношение точек... Да, кроме... Поскольку... Когда я делал по сути на плоскости, то можно вполне корректно говорить о том, что такое взаимоотношение четырех прямых, проходящих через данную точку. Понимаете почему? Потому что можно сказать следующее. Пройдем в другую прямую, на ней получится какое-то взаимоотношение четырех точек, а на любой другой прямой получилось бы точно такое же отношение четырех точек. Потому что мы можем одну прямую привести в другую прямую. Да-да-да, именно так. То есть будем называть двойным отношением четырех прямых, проходящих через одну и ту же точку, двойное отношение, высекаемое на любой прямой. Посчитаем, что на любой прямой оно будет одной и ту же есть. Так вот, давайте тогда посмотрим, чему равно двойное отношение P1, P2, P1, P3, P1, P4 и P1, P5. Ну как, чему равно это невозможно представить, потому что точно такие вот. Но, то есть это двойное отношение вот таких четырех прямых. Вот этой, вот этой, вот этой. Я хочу доказать, что оно такое же, как QQ. То есть Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, Q1, Q5. Это мы нарисуем каким-то другим целым. То есть вот это. Вот это загадочное направление, которое я пока не нарисовал. Q4, Q1. Я хочу доказать, что эти два данных отношения равны. Объявляйся в форму. Считать ничего не надо. Ничего не надо. А, да, да. Приди и войди. Ух. 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 Аааа. Ух. Ух. Да, действительно, че не виды? Потому что они на прямой P2, P5? Да, они на прямой P2, P5. Как что? Вот это во что превращается? Двойное отношение P2, P4. Что-то я на начале писал эти парадные, сколько я сейчас начал писать круглые. Ну, вообще-то надо... P2, Q4, Q5, P1. P что? P2, Q4, Q3, Q1. Q4, Q3 и P5, да? Такая, да? Такая, да? Тоже самое. Ну, не то же самое. P5, Q3, Q4, P2. Ну, что? Ну, если бы... Ну, эти парады распросятся. Да? Две траспросятся. Поэтому это одно и то же. Хорошо? Да, да, да. Вот. И теперь, если вы... Значит, теперь какой у нас будет рейт, что вы вновлен? Оказывается, что это да, но очевидно, что со всеми остальными то же самое. То есть если вы посмотрите из любой точки на четыре оставшихся, то они будут видны, что называть под теми же углами, если вообще можно говорить. Ну, не под теми же углами, практически. Проективный человек просматривайте их в таком же ключе. Оказывается, что этого достаточно для того, чтобы открывать сутожжение. Ну, как это сделать? Давайте... Переведем первые четыре точки, я не знаю, какие-то, которые наметаются. Может быть совершенно подрастно. Вот это будет P1, будет P2, это будет P3, это будет P4. Еще раз, так мы можем, да, потому что вообще... Все это тоже, кстати, можно делать в школьной, если говорить так. Как перевести любые четыре точки в квадрат? Показываю. Вот у вас есть четыре точки. То есть ничего не надо говорить, какие степени свободы, матрицы, ни в коем случае. Да, вот у вас есть четыре обычные точки. Вот у них вот эти прямые противоположные нервы, паралленируют эти нервы. Хорошо, давайте переведем вот эту прямую бесконечность. То есть вот эта прямая станет у нас бесконечность. Угу. Или, иначе, наверное, спроекционируем с плоскости на плоскость, так что... В общем, можно сказать, эти слова пора это сказать. Тогда у нас все превратится в параллограмму. А осталось параллограмму превратить в квадрат. Какие будут идеи. Ну... Ага. Что можно сделать? Да, ну в общем, теперь все можно одну плоскость спроекцировать на другую плоскость, так что... Углы становятся темными. В строковном пространстве. Такая задачка стереометрия. Потому что если вы берете обычный... Посмотрите, возьмем обычный параллепитер. Посечем его вот так плоско. Я превратился в параллограмму. А значит, и параллограмму превратилось. Да? Прямоугольник. А после этот прямоугольник в квадрат. В общем, это можно было не говорить. Всегда к черту сням. Почему любой четвергольник будет превратить в квадрат. Сначала превратим в параллограмму. Переводя вот эти две точки на бесконечность. Потом параллограмму превращаем в прямоугольник. Используя тот смысл проективного преобразования, что он проецирует плоскость на плоскость. То есть просто используя занятие школьных стен, например. И после этого уже осталось прямоугольник превратить в квадрат. Это афильное преобразование, которое уже сжимает одну из сторон. Так коротко. Как это еще раз с параллограммом прямоугольник? Ну вы хотите формулу внедрить сейчас. Но это просто линейное преобразование. Нелинейное. А, да, линейное. Тупо много. Все, вам уже ничего не нужно. Но я хочу рассказать, что это можно еще и... Да. Прямоугольник. То есть так, превративность на этот день заканчивается, потому что бесконечность уже какая есть. А как я объяснял, когда бесконечность остается на месте, уже афинное преврат. Окей. Да, хорошо. Мы получим продад. А теперь смотрите. Мы знаем, что... И как какую одиночку U4 мы тоже сюда перевернем. Ну не тоже, в смысле, а отдельно. Одной картинка сделала и так, а другой картинка сделала и так. Понятно, что до времени не можно. И смотрим, где должно находиться Q5. С одной стороны, оно должно... Оно фиксировано... Оно находится на этой прямой. Ну вот на какой-то прямой, потому что двойное отношение этих четырех прямых фиксировано. И эти три прямых фиксируем, значит и четвертая тоже фиксируем. То есть Q5 должно находиться где-то здесь. Понимаете? Прямо. Понимаете, что я имею в виду? Почему? Вот так, пожалуйста. Смотрите, потому что доказали, что P1, что вот эти двойные отношения равны. Теперь ее заставить, чтобы опять в Q5, он находится на этой прямой. На одной и той же прямой с P1. А что это за прямая? Просто какая-то прямая? Какая-то, да. Та, на которой P5, на ней Q5 тоже оказалась. Потому что, как я объяснял, три зафиксированы, а четвертая вот она. Вот она. То есть где P5 мы знаем? Ну, да. Да, давайте сняты P5, да еще доказано P5 дадим. Что-то я как-то плохо все объясняю. Вот. Q5, значит, где-то я вижу прямой. Но с другой стороны все то же самое было верно и до других точек. Если смотреть из точки P2, то тоже она на одной и той же прямой. Почему мы Q2, Q4 и Q3 переводим в эти же точки? Так нельзя, конечно, сделать на одной и той же картинке. Я могу сделать две копии плоскости на одной перевести в один квадрат, на другой в другой квадрат. И, как бы, смотреть на них в одном рейтинге могу. А почему квадрат? Почему мы не можем... Нет, просто... Можно не в квадрат. Впрочем, у меня так было... Часто удобнее. Можно и с изначальными тоже так. Вот. Ну, то есть они просто лежат на одной прямой. И не обязательно не в той же точке лежат. Они лежат на одной прямой, если смотреть из каждой из наших точек. А это было достаточно, чтобы они просто совпадали. То есть они лежат на одной прямой, если смотрите с P1. Они лежат на одной прямой, если смотрите с P2 и так далее. Поэтому P5 опять совпадает с Q5. Так, еще раз. Ага. Почему совпадают P1 и... Ну, почему P1 и Q1 даже в разных рисунках лежат в одном месте? То есть они же... Ну, как? Сейчас. Так, включите. Я хочу показать, что... Вот мы отрезали... ...вот эти четыре точки и эти четыре точки, то мы хотим сказать, что она и P5 переведет в Q5. Соответственно, если у нас при преобразовании P5 соединилась в Q1, P2, Q5 и так далее. Ну, то есть перевод. Угу. П1 перевел в Q5, тогда P5 перевелась в нее уже. Угу. То есть мы, другого говоря, уже применили преобразование и теперь показываем, что и P5 перевелась. Да, то есть мы отрезались от пентаграммы, мы взяли от нее все, что хотели, а не вот это. И дальше уже таскаем Q5. Хорошо. Спасибо. Вот мы, значит, включили первый такой результат. То есть... Хоть, ну, конечно, опрашивается вопрос, а не будет ли потом так же, если, может быть, в шестиугольник и так далее. Ну, не будет. То есть это совпадение. На этом, раз и заканчивается, если вы возьмете шестиугольник, то его пентаграммного образа уже не будет ни комплективной эквивалентой, ни с какой перенаграться. И дальше уже. То есть дальше начинается полный хаос. Но не полный. Вот. Вот, например, того, чтобы... Вот самый первый пример пентаграммного движения мы забрали. Но, как вы верно заметили, мы неправильно еще номеровали точки, а если мы сномировали, как я сказал, в определении пентаграммного образа... Так, секунду, секунду. То есть там сказали, что Q5 попадает Q5 как раз по двойному отношению для каждой точки. Да. Для двух достаточно. Ну, у нас их четыре, а для Q5. Вот. Да, так вот. Но, как вы верно заметили, если бы мы сномировали, как я сказал, в определении, то даже он бы уже не был эквивалентен. То есть вообще, если вы будете проводить это в это, 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 то это не перейдет в это. А почему? Ну, можно считать, что для этих отношений уличные они разные, например. Или... Ну, то есть это как бы, мы же очень сильно использовали вот этот свет, вот так вот смотрели отсюда и отсюда, и вылезли одни и те же четыре точки. А если вы тут с каким-то кликом подъездите, то вот вы увидите, что получится разное производство для отношений. То есть не существует такого пятиугольника, в котором этот свет... Нет, конечно, существует, например, разносаторный. Причем. Тогда он будет. Но для общего это, наверное, просто для любого пятиугольника, да? То, что я сказал. А это уже не будет. То есть легко будет рассадить пятиугольник, из которого это неверно. Хорошо. Вот. То есть возникает какое-то желание описывать пинцогранное отображение каких-то координат. Какие могут быть координаты? Ну, конечно, нужно было бы просто взять по две координаты для каждой точки. И все. Вот было бы два n координат. И вот эту первую точку, там, x1, x1, x2, x2 и так далее. Но оказывается, что с такими координатами, конечно, очень неудобно работать. И созданы какие-то координаты, которые будут что-то выражательное в терминах построения следующих точек о предыдущем. Сейчас я их введу. Так, что легче всего, точнее, что вам не число нужно в происходящее? Вот это, наверное? То, что посередине. А, посередине. Так, хорошо. Координаты. x2 координаты. Т.е. я сейчас поставлю новую координату его набор координатов. Это будет сделано в следующем образом. Вот у меня есть пять последовательных решений. По один, по два, по три, по два, по три, по четыре и по пять. И это будет как минимум. И это будет т.е. Это аналогичный А В 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 Р В В В В В В Ч У В В В В В В Потому что еще было до альфа-бета-координат в альфа-бедалке, поэтому можно сказать просто координаты пока что-то. В общем, мы сейчас возьмем и каждому многокукольнику сопоставим 2m-координат в делаем количество его вершин. Я помню, что он бесконечный, я сейчас про это поговорю. Но пока на стоящее, давайте на стоящее многокукольнику пока сопоставим 2m-координата. А именно, каждой вершине сопоставим 2 координата. Вот первая, а вот вторая. А, ну, собственно, она напоминает сомн. Спайдерита-2, сэрла. Это дочек стиль. Ну, во-первых, все довольно симметричненько, а во-вторых, оказывается что-то, да, и вот так в каждой точке. Причем понятно, что xe плюс n тоже будет в одной из x, x, xe, да? Еще раз, потому что эти точки переходят при коллективном градусах. Значит, двойные отношения сохраняются. Хорошо, теперь у нас есть два картината, которые, в общем-то, почти... Я думал, можно наоборот по таким картинатам восстановить на какой-то... Ну, смотрите, давайте возьмем четыре точки, и теперь нужно поставить пятую точку, зная картинаты. Ну, как это сделать? Нужно... Вот эта прямая у нас заготовка. То есть это у нас P1, P2, вот у нас P3, P4. Значит, мы знаем, где лежит... Если мы знаем из картината, то мы знаем, где лежит четвертая точка, значит, мы знаем, на какой прямой должно лежить Т5. То есть мы пытаемся наоборот, но когда нам восстановить следующую точку? Ну, дальше мы уже нашли эту прямую P4, P5, и на ней лежит это, это и это, и четвертая точка находится. Повторите это, да, про то, как я нашел пятую точку? Угу. Смотрите, было четыре точки. Я знаю х третья и у третья. Зная х третья, я нахожу четвертую точку, на этой прямой буду делать отношения. Угу. Получаю прямую по 4, по 5. Использую у третья. Три точки уже неизвестны. Нахожу четвертую точку, которая должна быть P5. Угу. Точно не очень понятно, но может быть, что делать, что сам северногоугольник будет нормальный. Допустим, если ему идет определенное отражение, вот как бы вырастется у него, там, три точки подряд, тут одной прямой. Вот мы тут все редко отрисуем, что три точки подряд не лежат на одной прямой. И какие-то еще условия нужны. Ну, то есть, везде нужно предполагать, что точки достаточно хорошие, достаточно очень положенные. То есть, мы знаем два кардинат и знаем первые четыре точки? Первые четыре точки мы знаем, да. Потому что, если мы какие-то там привели в квадрат, как-то любые. Ну, мы знаем, что с точки зрительного произведения никого не волну. Именно поэтому дело происходит на проективной плоскости. Угу. Потом переведем в другие четыре точки. Хорошо. Ну, и узнаем, конечно, вот это наше, вот это наше град, который закручивает, закручивает углы. Супер. Вот такие есть кардинаты. В то же время, для этого самого главного отражения сегодняшнего дня, оно такое. Теперь есть кардинаты у нас. Они инвариантные. То есть, они действительно видны с половой периодичностью. Сами точки были не полностью периодичные, а кардинаты полностью периодичные. Хорошо. Теперь. Теперь. Теперь утверждение. Давайте даже объемом. Возьмем пентаграммное отображение. Значит. Ну, по-хорошему нужно писать координаты от пентаграммного отображения от многоугольника. Но мы такая же не будем делать. Мы будем писать просто как бы пентаграммное отображение от координат. Это . У нас же это единица минус . и у и минус первое, это единица, и у и минус первое, а у это, тут немножко по-другому, минус и у и минус второе, и у и минус второе, и у и минус второе. То есть, короче говоря, существует совершенно конкретный, вот если мы знаем координаты старого многоугольника, поможем найти вот ровно по этой формуле координаты нового. Так, сейчас я проведу. Опять-таки, это такая формула, в которой трудно вспомнить, где там плюс один, а где минус один, поэтому я проверю, что я не ошибся. Я нигде не ошибся. Хорошо. Отлично. Ну, опять-таки, получилось немножко несимметрично, кто мне скажет почему? Должно же быть прям совсем симметрично. Сместились на двоечку. Ну да, в котором видно, что у справа, у нас все немножко направо давали, было 7, и там он вот так и будет. Плюс один. Плюс один, да. Плюс один, да. Хорошо. Ну, давайте это докажем. Что это будет самое главное всего? Нужно написать такую огромную, огромную фотографию, чтобы меня освободить подряд. Важаем, мне нужно. Так, это надрится аж. Фух. Надо поддавать сон, обдвините. Сейчас я отмеру, пробую. Ммм. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь нам нужно написать антаграмы от выражения. Так, где у вас по-4, давайте по-4 для вас начать. У вас время. И по-4, и по-3, и по-4, и по-4, и по-4, и по-4, и по-4, и по-4. Так, я написал ровно, пока что произошло. Я вот ничего не сделал, я написал ровно столько точек, сколько мне нужно, чтобы хотя бы увидеть, чтобы хотя бы сумели построить координаты для нового Google. Вот, четвертую координаты будут строить. Очевидно, что все остальные будут так же. Я проверил одну координату. Одну координату. Значит... Хорошо. Значит, у меня есть вот такая прямая, сейчас я ее буду видеть. Я прошу набраться терпения, но не очень надо. 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1. У меня еще что-то будет. Так, ну вот эту точку мы назовем A. Поэтому исходная наша координата X и X четвертая A это равна отношению к человеку. Все точки есть. А что мы сейчас построили? Еще раз. Ну, построили кусочек патограммного отображения, как мы назовем одноугольник. А что такое A? Это пересечение Q5, Q6 с Q2, Q3. Но оно не нужно, чтобы отвлечь вот то, что у нищего, да? То есть это Q2... Через Q2 все равно не проходит, да? Через что? Q2, Q3 через... Q4 проходит. Оно проходит через Q4 по определению, правда? Потому что Q2, Q3, Q4 и A. А X с каким-то X? X4. И вы начинаете делать курицу, а по одиннадцатestro itself не проходит, Я думаю, что это делаем. Что это делаем? То есть предследующая точка, предыдущая точка, предыдущая точка, дальше пересечение следующей, пересечение способа следующей. Я не понимаю, как это все строится? Зададите вопрос. Что именно? Вот как вы определили эти четыре точки? Значит, P и D — это совершенно старое мы говорим. Q и D — совершенно новое мы говорим. Больше никаких вершин нет, кроме A. A — это просто пересечение Q2, Q3, Q5, Q6, потому что так и поделяется X координатами. Сейчас еще раз пересу, мне кажется, на данном списке картинка. Вот если у вас есть... Вот. X координаты — это двое наражение вот этих четырех точек. Вот это есть... Это словно название X — это просто некоторое число, которое нам помогает, да? Какое число? Ну, типа, это не буквально X координаты, а это буквально X. Ну, что вы видите? Ну, если мы... А, проведем пингет. В этом случае. В этом 300 координаты. Чем они лучше, чем исходные? Тем, что, в отличие от исходных, они не скручиваются и умножаются там на нормальное количество числа. Они просто периодически. То есть их действительно двойное, а не больше. Когда вот делаем скачок на N, то все эти двое отношения остаются теми же самыми. В отличие от настоящих картинок. Да? Понимаете, зачем вы говорите, да? Хорошо. Ну, это не единственная причина, которая неудобна. Еще они удобны, потому что они просто создаются локально. То есть они не просто говорят там, где искать вашу точку. Они говорят, как построить следующую точку, предыдущие это как бы. Оно будет удобнее, оказывается. В том, что будет потом. Так, значит, я не успел доказать эти запросы. Да, я поняла. Ку-2, ку-3, по 4. То есть вот мы ищем вот этого черта. Хорошо. Вспомогательная проблема, которая как будет тренировкой. Что произведение текститая и клепитая. Это вот такая штука. Это. 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 Отак. Найдите, мы давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Значит у нас P3, P1, P2, P4, P5. Сколько еще можно точек? Три минуты? Ну, да, да. А, боится, да? Да. Ну и так? Теперь, если я буду рассказать, не надо это. Пока. Сейчас тебе пишут, просто будут фасировать все на зеленую прямую. Чем уравнен? Это, главное движение по 1, 2, а и б, 1. Проецируем на зеленых нюх, источник P3. Что получается? A3 Пойди, куда проецируешь? В D P2 А E А в P4 A в P4, а B не падает на точку Она попадет Ок Вторая Это B, C P4 Я поменял местами, если что 0, не ладно Я так правильно развернул все четыре, но я так могу, потому что без раппадения. По два, F по два. F, потом C куда? По два. Потом по четыре на месте. По пять. Е. Супер. То есть произведения, как я и обещал, съедаются крайние. Остается D по два по четыре Е. А D по два по четыре Е – это и есть то, что не нужно. D по два по четыре Е. F съелся, потому что оно было и там, и там. Вот по вот этой музыке. Да, да, да. То есть что остается в бутонке? Да, да, я пишу. Ну, это ИС и Д. Это не криклик Т. Значит, ИС и Д криклик Т равно. D, P два по четыре Е. Какие-то слова. А это то, что мне нужно, правда? Потому что D – это по первое. P два по два. По четыре по четыре. А Е – это пять. Аху, хорошо. А, ну, значит, поскольку я жизнь постараюсь, но давайте все-таки, чтобы совсем вас не оставить ни с чем, я хотел бы опустить пример, который мы будем проверять. Значит, вот мы уже нашли те четыре точки, которые нам нужны. И теперь мы будем как-то доказать вот эту формулу. Звучит вроде неподъемно, но на самом деле мы уже знаем все махинации, которые здесь есть. Это ИС и Д умножить на один, да, ИС. Минус ИС и минус первое, ИС и минус первое. На один разделить на один минус ИС. То есть первое, ИС и минус первое. Совсем из этого я уже умею справляться в теории, если я подберу правильные точки. Один минус – это штука, поменяющая местами первую и третью точку. Один поделить на – это поменять местами вторую и третью точку. Умножить – это схлопнуть среднюю точку. Поэтому моя задача найти прямого, на который будет три двойных отношения, которые вот так вот съедятся и получится то, что нет. Вот. Ну давайте вот насколько успеем, хотя бы одно из них найдем. Вот все будем на это красный прямой смотреть. Мы будем пользоваться лемой, которую мы только что доказали. Значит, чему равно надо получить икс и минус первое и икс и минус первое? То есть икс третье и икс третье. Исходы. От б. Понятные стратегии. Понят? Это самое главное, потому что конкретные подстановки все равно забудутся, но идея такая, что все члены, которые у нас здесь есть, уже интерпенсируются в терминных перестановок точек. И теперь осталось просто все правильно вот здесь сделать. Давайте посмотрим, что такое икс третье икс третье икс третье. От б. На красный пример. Можно ли? Это Q2, P2, P4, Q3. Потому что мы только что проверяли, что это как раз... Правда? Что это как раз четыре прямые. Ну вот, мы только вот в базе, да? В точность. То есть мы идем из P3 в P1, получаем Q2. Из P3 идем в P2, получаем P2. Из P3 идем в P4, получаем P4. Из P3 идем в P5, получаем Q3. Угу. То есть это Q2, 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 P4. По четыре. По четыре? Да. Что такое самое главное? Икс четыре, да? На этой красной прямой. К сожалению, P4 сама лежит на этой красной прямой, поэтому тут мы особо каши не свалим. Давайте нам нужно какого-нибудь попровести тут еще одну прямую. Да? Нужно? Нужно. То есть нам нужно попровести прямую P2, P3, но вроде как я ее уже провел. P2, P3, P4, P5, и P5, P6. То есть это поправление P2, P3, Bc. Теперь мы будем спровоцировать, чтобы они попали на красную прямую. Так, посимпатичнее. Давайте с точки P5. На красной прямой. P5 тоже не лежит на красной прямой. То есть мы вот эту прямую проецируем на вот эту. П2, что остается на месте, правильно? P3. Какой прямой на какой прямой? Q3. P2, P3, Pc. На которой была прямая на x-кар-динавтой точке P4. На красную прямую, на которой все будет. На которой мы хотим поместить все. С P3 что будет? Q3. Q3, да? Q3 вот она просто вот здесь. С B? По 4. По 4. Уже хорошо. Какие-то похожие точки. И P5? Необозначенную. Необозначенную точку, да. Ну и как последний ингредиент. Мы хотя бы увидим, что ингредиенты не те же, а вот это я уже оставлю. Q5 и P5. Знаете, который у нас тоже фигурирует? Это P5 и P3, P5 и P4, P5 и P6, P5 и P7. Давайте на это посмотрим. P5 и P3 это так? Q3. Q3. P5 и P4. P4. P5 и P6. Это точка X. Слава богу, у нас не было никакой надежды, что она сократится. И P5 и P7 это? A, A. Ну, я думаю, что я вас убедил, что если правильно представить, то все умрут, кроме того, что нам нужно. Смотрите, Q3 и P4 это просто общие ребята. Везде они тут есть. Нашел? Пошел. И здесь. Они выживут. Только их нужно переставить, чтобы они стояли в центре. С этим связаны единица, минус и один делить на A. А все остальные Q2, A. То есть нужно будет сначала прийти от Q2. Сейчас, кто у нас тут лишний? Q2, P2, Q2, A, P2, X и X, A. То есть кто у нас есть? Какие фигуранты? X, A, P2 и Q2, да? Лично. Не входящие в эту конструкцию. П2 с Q2, Q2 с A. Нужно в итоге. Нужно, чтобы было Q2 с A. А есть P2 с Q2, P2 с X и X с A. Поэтому мы перемножим схлопница X, схлопница B2. Какая схлопница? Куда? Довести или как? Три минуты потратить на это? Или в принципе верить? Давайте потратим. Давайте потратим. Сейчас оговорим. Хорошо. Хорошо. Он не сойдет сидит, конечно. Вроде должно. Так. Мы доказываем эту формулу. Остальное есть и равер. У вас в нее точно надо поверить. Потому что после этого мы пойдем справа на лелость, миксы проваливаются в игрике. И вообще нужно доказать, что будет точно такое. Угу. Ладно. Так. Значит, мы хотим расходить всех в середине. Мы хотим, чтобы вот здесь Q3, Q4 уже в середине. Здесь тоже. А вот здесь, например, нет. Значит, нам нужно четвертую поменять и остаемся второй. Угу. Значит, один минус. При этом происходит один минус. Значит, один минус X3, Q3. Это диктует еще что? Не вижу. Мы меняем и остаемся четвертую и остаемся второй, да? Дальше. Получается... Что там первое сделало? Q2. Q2. Потом Q3, Q4, да? Q3, Q4. А последнее Q2. Q2. Дальше. Дальше. В X3, Q5. И меня опять садят не так, где мы хотим. Нам нужно Q3 поставить сюда. Поэтому 1 минус X5, X5. Это что? Это X, Q4, Q3. А последнее? А. Значит, 1 делить 1 минус X5, X5. Это мы меняем и ставим вторую и третью, потому что нам нравится, чтобы они ставили в том же порядке. Q3, Q4, а не Q4, Q3. Мы меняем и ставим две стихи. Это X, Q3, Q4, QA. И, наконец, то есть вот первая сомножитель. Вот вторая сомножитель. И третья сомножитель – это X4, который… Чему равен? Я уже выписывал именно. Вот он. P2, Q3, Q4, X. Да? P2, Q3, Q4, X. Третья сомножитель. Так, Q3 по 4 и действительно у всех общей. Сейчас давайте их выделим. Мы их перемножаем в том порядке, в котором нам нравится. Правильно? Конечно. Ну, сейчас это числа, они коммутируют. Поэтому мы их перемножаем в том порядке, в котором нам хочется. Ага. Q2 с P2. Сначала это. Потом P2 с X. Потом это. И потом X с A. Это третья. Остается в произведении первого, второго. Это третья. Извините за… Какое обозначение? Это Q2. P3. Ой, U3. П4. П4. Ага. Кажется тоже самое. Угу. 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 Вот, хорошо. Ну, так, вот все. Давайте с этим закончим. Что будет в следующий раз? Завтра будем пользоваться этим для того, чтобы обсуждать, что происходит… Ну, как… Зачем нужна формула отражения в координатах? Не чтобы радоваться, а чтобы… А чтобы как-то и пользоваться. Будем устанавливать… Что можно сказать под патерапиальное отражение, зная, например, всякие нарядные функции, которые не меняются. Вот эти функции как минимум меняются, да? А будут какие-то функции, которые не меняются. И это очень поможет. Хорошо. Вы что-то готовы. А я… В котором есть любые вопросы? На записи или на незаписи? А куда вы взяли x4? Ку?